В данном видеоролике я бы хотел ответить на вопрос, а именно, какие ценные бумаги на российском и американском рынке были бы актуальны под спекуляцию. Данный видеоролик никак не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Он носит лишь информационно-аналитический характер и все то, что говорится здесь, никак не должно рассматриваться в качестве предложения или рекомендации инвестирования, покупки и продажи какого-либо актива. Я с вами оферту не подписывал, ваш капитал это ваша ответственность, ваши сделки в рынке это ваша предприимчивость, как следствие ваша ответственность, повторяюсь. Начну я с голубых фишек российского рынка и потом перерыв на голубые фишки американского рынка, преимущественно нефтегазовые, то есть углеводородные компании. Никаких техов тут быть не может. Газпром торгуется в боковике, нижняя грань 209. От этого уровня есть резон ее рассмотреть, по большому счету. Соответственно, отрабатывается медвежья дивергенция. Сигнал на этот разворотный тренд я, в принципе, ранее и озвучивал, что тут дивер формируется, поэтому отработка дивера неизбежна. Как следствие, мы это сейчас и наблюдаем. Поэтому нижняя грань 209. Там рентабельно Газпром присмотреться. Еще ниже есть поддержка 205 рублей. Но в моменте, да, 209 могут пробить стопы, спекулянтов вынести в этом уровне, вот здесь, 205-209, и потом цену вернуть назад в этот боковик. Соответственно, Газпром в этом году будет активно поставлять газ в Европу, и как следствие, ну, в газовое хранилище. И как следствие, по итогам 2021 года, скорее всего, отчетность Газпрома будет для рынка неожиданной. Позитивной, то есть. То, что еще в ценообразовании, никак не учтено в данной компании, ценообразовании на акции данной компании. Поэтому на уровне 209 и ниже можно к нему присмотреться, к Газпрому. Газпром нефть аналогично торгуется, как и Газпром. В восходящем тренде, соответственно, по Газпром нефти, на недельном графике и на дневном, я говорил, что тут будет откат от 390. Соответственно, сейчас ожидать необходимую проторговку на уровень 350, дефис 390 в этом боковике. Вот в этом, повторяюсь, боковике, но в пределах текущего восходящего тренда. Как следствие, сейчас цена в коррекции, но надо помнить то, что цели Газпром нефти находятся выше. Почему именно промышленный сектор? Потому что американцы сейчас собираются просмотреть и даже, возможно, согласовать пакет поддержки, стимулированный экономик на 3 или 4 триллиона долларов. Что это нам дает? Рост инфляционных ожиданий, рост цен на сырье. И, соответственно, цена на сырье растет в долларах. Пара рубль-доллар торгуется на отметке 73-76. Как следствие, нефть в рублях переоценивается на фоне дорожающей нефти в долларах. И наш рублевый, нефтегазовый сектор, тоже в этом плане переоценивается в бычью сторону. Поэтому Газпром нефть от 350 и вплоть до уровня 345, то есть верхняя грань бывшего боковика, самое актуальное, ее можно здесь и рассмотреть. ВТБ, все, что ниже 4 копеек, оно актуально, и не важно, какой здесь уровень. Тут боковик 0.031, 0.038. Все, что ниже, повторяющее 4 копеек, в принципе, адекватные цены. Тем более, ВТБ вблизи поддержки уровень 2008 года торгуется. Так сказать, все очевидно. Сбербанк, здесь дивиденд 18 рублей 70 копеек, скорее всего, будет уже этим летом. Поэтому самое оптимальное, это рассмотреть все-таки Сбербанк от уровня 240 рублей и ниже. Вот в этом диапазоне. У нас по Сбербанку тоже формируются медвежьи дивергенции. Это все прекрасно наблюдаемо. Она еще не отработана. Соответственно, отработка этой дивергенции, кстати говоря, про тему я видеоурок тоже сделаю, основу биржевой торговли, будет отработана только на этом уровне. 237-244. Красная область. Вот именно здесь. Поэтому здесь, в принципе, оптимально даже Сбербанк здесь подспекуляться, потому что на этом уровне 240 рублей, да, дивидендоходность будет 8% годовых. Соответственно, Сбербанк до дивоотсечки будут футболить в боковике. Вот нижняя грань будущего боковика 237. Вот верхняя грань, это 300 рублей. 237, ну тут считайте, 240-300. 60 рублей боковик. Пришел, отскочил. Заработали, все. Тем более дивергенции тут тоже отработать скорость. И 237-244, самое оптимальное, я бы там лично тоже бы рассмотрел. Далее компания Аэрофлот ожидаемо пошла вниз, потому что здесь, судя по форумам, очень много стопов у спекулянтов стоит. На диапазоне 65, ну короче, 60-65. Вот он диапазоник до хрена стопов у спекулянтов, потому что я тоже форумы трейдерские мониторю. Такие известные. Не буду их рекламировать, как говорится, эту рекламу никто не платит, поэтому не сдалось мне это. И соответственно, в этом диапазоне, в этом диапазоне, цену скорее всего будут подгонять именно туда. Выбивать стопы. Как следствие, от уровня, считайте, 67 рублей. Вот здесь, да. Оптимально лесенкой бумагу покупать. Я, в принципе, честно говоря, и сам тоже лесенкой подбирал лесенкой. Аккуратненько лесенкой, там, при снижении. То есть, вот от уровня 67 и ниже. Самое оптимальное. Тем более, по Аэрофлоту вышла информация из уст уже государства, да, из уст главы компании, группы Аэрофлот. Во-первых, IPO победы будет, чтобы прибавить до капитализации Аэрофлота. Первый нюанс. Второй нюанс. Жирный нюанс. Государство на балансе держит 7 лишних процентов акций компании Аэрофлот после доп. эмиссии, которая была по 60 рублей вот здесь вот. Соответственно, само государство, да, и сам глава компании Аэрофлот говорит, эти 7 процентов нужно будет в какой-то момент времени продать. Какое сейчас государство? Правильно, капиталистическое. Где им продавать? Здесь? Нет. По 60 рублей? Нет. А вот по 90-100 рублей? Это интересненько будет. Поэтому и, в принципе, от 7 рублей и ниже, лесенькой, то есть каждый там, не знаю, 4 процента снижения, на равную долю от капитала, есть резон к этой бумаге присматриваться. Повторяюсь, индивидуальной инвестиционной рекомендацией никак не является. Это лишь ответ на вопрос. Далее Татнефть. По ней картина, в принципе, тоже интересная. Далее, скажем так, обычка. Она торгует сейчас, видите, в боковике. Цель прихода бумаги, это 650, даже врус, 160 рублей за акцию, закрытие у данного ГЭПа. Туда она цена и придет скоро. Очень скоро придет. Соответственно, где интересно ее рассмотреть, бумагу? 550, 570 рублей. Вот здесь, в этом диапазоне. Где проходит огромное скопление зон поддержки, скользящих средних ЯМА. Там оптимально, в принципе. Присмотреться к данной бумаге. То есть вот здесь. Потому что она сейчас вышла из своей перегретости. Соответственно, рынок нефти корректируется. И наши нефтяники то же самое. И потом цель уже 650. Закрытие данного ГЭПа. Повторяю, закрытие данного ГЭПа. Вот здесь. Примерно сколько у нас получается? Апсайд. Процентов 20. Тоже неплохо. Это что касается российского рынка. Потому что идей больше в российском рынке нет. Очень мало ликвидных бумаг. Голубых фишек. Вот дальше американцы. Алко. Коррекция началась? Началась. Все. Дивергенция есть. Еще раз. Недельный график. Перегретость. Ну, откроем опять же дневной график. Куда цель? Правильно. Цель на закрытие ГЭПа 24 доллара 50 центов. Вот сюда. Вот сюда цель. То же самое у нас имеется и на недельном графике. Вот здесь вот. Тоже видите? Вот. Вот здесь вот. То есть вот. ГЭП. Эту цель отработаем. Отработаем. От этого уровня я считаю рентабельной. Лесенькой. Каждые 5% снижения акцию подбирать. То есть... Я, конечно, не утверждаю, но допускаю. Что цена в первую очередь придет на эту поддержку. 22.10. Но лесенькой оптимально даже подкупать вот на этом уровне. То есть здесь вот купить, здесь и далее здесь. Аккуратно. Лесенька. На равную долю. Просто чтобы лишнего нытья не было, да, в стиле. Вот, купил алко, она пошла ниже. Что делать? Лесенькой покупать надо. Лесенькой. Когда покупаете лесенькой, вы формируете свою среднюю цену. Вот. А цена на алюминий. Что у нас в алюминиевом рынке происходит? Правильно, господа. Правильно. У нас китайцы пришли сюда. Я вчера новость даже постил про алюминиевый рынок. Смотрите. Китай рассматривает возможность продажи около полумиллиона тонн алюминия из госрезервов для охлаждения рынка. Сек. И тем более алюминий дошел до тех уровней, которые я раньше указывал. Вот эта запись 3 февраля. Видите? 2.200, 2.300. Вот он, красный диапазон. Вот мы сюда и пришли. Соответственно, 5-ти волновку разрисовали. Все. К сопротивлению пришли. Пришли. Китайцы вмешались. Китайцы вмешались. Что делать дальше, Салко? Ждать коррекции. Все. Она переедет. Понимаете? Звезды сошлись. Понимаете? Все. Экономические звезды сошлись. Все. Надо ждать коррекции. И я ее жду. В принципе, на американский рынок тоже я акцент довольно существенный ставлю. В плане трейдинга, да? Потому что этот рынок, он супер ликвидный. И он мне очень импонирует, чем наш рынок. Наш рынок в этом плане болото конченое. Еще хуже стало, чем было до ковида. До 2020 года. Намного хуже стало. Ужасно. Я даже, честно говоря, сам подумаю. Может быть, вообще все к чертовой матери продавать на России, да? И переходить сразу на Америку, то есть в плане трейдинга. Может быть, даже я так сделаю. То есть, так сказать, покупаешь доллары, в долларах прибыль зарабатываешь. Возможно так, а возможно нет. Я буду смотреть чисто по ситуации, зависим от своих интересов. Но, благо, американский рынок тоже, он, так сказать, технический. Поэтому первая цель по ALCO снижения 24.50. Вторая 21.95. Третья это у нас 19.42. Но цели потом по ALCO возврат к уровню 30. Да? 30-35 долларов. Вот сюда. Но пока все в пределах формации обратного треугольника. Проторговывается здесь, видите? Коррекция ожидаемая. О ней я тоже ранее предупреждал. По компании TransOcean тоже медвежья дивергенция. Но, смотрите, фундаментальная компания говно. Прибыли ни хрена нету. Долговая нагрузка тоже рассущена. Но пока под балансовую стоимость компании. Пока, пока, пока. Вы смотрите. На уровень 3.54 мы пришли. То есть техонарисы по ней тоже давал. Можете смотреть в Инстаграм-канале, в Телеграм-канале, либо в Контакт-группе. Но я жду TransOcean вот сюда. На скопление с поддержек. 2.50. Дефис 3 доллара. Вот сюда. Потому что уже дивергенцию отработать до точки перепроданности. И вот там уже можно с покрутинкой ее, так сказать, присмотреть. Почему бы нет? Почему бы, в принципе, нет? Но, повторяюсь, это рекомендацией никак не является. Потому что все сделки в рынке вы сами предпринимаете. Ваш капитал, ваша зона ответственности. И, соответственно, все риски вы несете на себе. Здесь гуру нету. Здесь такой же трейдер, как и вы. Только помогающий вам попутно в рынке адаптироваться и что-то свое заработать. То есть вам помочь заработать. Поэтому TransOcean 2.53 с целью. Смотрите, уже недельный график получается. Видите? Вот видите, пятиволновку отработали. Дальше АБЦ формация. И цель-то все равно выше. Цель вот сюда. 5.40 6.20 Вот сюда цель потом будет. Возможно, даже к хаям, то есть к уровню до ковида. Но первая цель-то 5.20 6.25 Вот сюда цель. Давайте еще раз. Вот сюда цель. Вот сюда цель. Поэтому эти уровни даже можно для себя отметить. Какие-нибудь там маячки поставить для себя. И ждать снижения. Тем более цена. Обратите внимание. Месячный график. Нарисовала двойное дно. Раз. Два. Вынос. Тест. Распределение. Традиционно. К TransOcean тоже присматриваюсь. Далее компания Carnival. Круизы тоже я лично беру в учет. Но по Carnivalу жду снижения в рамках данного канала. Но. Вот сюда. 22.30. Дефис. 24. Короче 22.24. Я жду снижения в этот уровень. 22.24. Где проходит данный прямоугольник. Видите. Это зеленая такая зона проходит. Вот я ее выделил специально для вас. Чтобы вы тоже видели. Так сказать. Дальше я немного позеленее сделаю. Вот так. Видите. То есть все. Мы развернулись от этих уровней. Которые я тоже обозначал. 29.30. Все. Но. Цель. Carnival. 41.70. Закрытие данного ГЭПа. И тем более. Сегодня тоже вышла новость. Очень интересная. Про Royal Caribbean. И непосредственно корреляция Carnival тоже идет. Какая новость? Секунду. С июня по августу Royal Caribbean введет серию новых семидневных круизов из первого порта Homeport на Бермудско-островах. Carnival будет подспевать. Поэтому восстановление к августу, я думаю, цены этих компаний покажут. Потому что все это будет позитивно отыгрываться заранее в этих бумагах. Заранее подчеркиваю. Поэтому я тоже беру себе на вооружение. Тоже можно рассмотреть компанию Cleveland Cliffs. Это горно-металлургическая компания. Вот. Американская. Я жду приход на уровень 11. Дефис 13.00 в эту красную зону. Красную область. 11.13. Сейчас, по сути, весь сырьевой рынок под давлением. Уголь падает. Никель падает. Алюминий падает. Все падает. Нефь падает. Что самое важное. Технически. Во-первых. Это недельный график. Дивергенция. Ее нужно отработать. На дневном графике. Катастрофическая дивергенция. Видите? Вот. Отработать надо. Как отрабатывать? Падать. Вот сюда. Красную область. Понимаете? Красную зону. Эту красную область. Вот сюда упасть. И только там. Там. Уже можно присмотреться к этой бумаге. Но я не стал бы ее покупать прямо сейчас. Да. У нас формируется двойной намеченном графике. Отлично. Да. Отлично. Двойнуха. Основание. Это уровень. 21. 26. Сюда мы потом придем. Но не сейчас. Еще рано. Но. Цель выше. Вот сюда. Поэтому по 11.13. Можно в принципе ее рассмотреть. Почему бы нет? Тем более смотрите. Видите как был? Пятиволновой рост. Все это, да? Это все теперь необходимо проторговать. В моменте даже не исключая приход на уровень 9 долларов 70 центов. Если фон рыночный будет в рынке самой катастрофичной негативной. Ну такой буянистый. Буянистый. Так что будьте готовы и к этому. Не стоит недооценивать этот фон. Поэтому на месячном графике перегреться все равно имеется. На недельном и дневном она уже снижается. Это хорошо. То есть цель я указал. Где можно было присмотреться к ней. Но в принципе по данным бумагам пока все. То есть российские голубые фишки. И голубые фишки ликвидные американские. Вот. Металлургов брать я не собираюсь. Ни Северсталь. Ни ММК. Ни НЛМК. Ни Steel Dynamics. Ни New Core. Нет. Вообще нет. Золото добывающей компании. Полюс золота. Там Петропавловск. Или Ньюман Голлкорп. Не собираюсь. У нас доходности растут по трежерис. Как следствие золото падает. Понимаете? Доходности растут. Золото падает. Все. А у золота цели еще ниже есть. Ситуацию на долговых рынках еще никто не исправил. А инфляционные ожидают продолжают расти. Поэтому в чем суть? Помните про бакет стимулирования американцами? 3 дефис 4 триллиона долларов. Сумма гигантская. В два раза больше, чем было раньше. Если ее одобрят, эту сумму, инфляционные ожидают просто скакнут. То есть смотрите данное видео, которое я писал вчера. Рынки рухнут. Стагфляция грядет. Серебовый пульс фрес. Вот оно. Находится. Видите? Один день назад 20 тысяч просмотров. Вот на это видео. Смотрите его. Там я все подробно рассказал, как этот механизм работает в рынке. В экономике. Соответственно, я был бы рад, если бы они все-таки этот пакет приняли. То есть запампить в последний раз перед уже, скажем так, сворачиванием программы ДКП, где они же кредитные пульки мягкой, программы КУЕ и перед повышением налоговой нагрузки в Америке. Потом, когда все это свернут и налоги повысят, рынки просто в пике полетят. Серьезно говорю. То есть получим сценарий рынков 73-го по, там, по-моему, 77-й или 78-й год. Или 74-го по 79-й, не помню. Когда тоже на инфляционных ожиданиях все это росло. На инфляционных ожиданиях. У нас ситуация в экономике сейчас такая, какая была в Америке, в экономике, с 73-го по 81-й. Стокфляция. И та же самая ситуация, какая в рынках сейчас у нас происходит, какая была с 95-го по 2001-й год. Пузыри. Понимаете? Все это надо будет сдувать, и потом экономике будет, ну, так сказать, непросто из этой ситуации выходить американская. Поэтому налоги, да, увеличат мягкую ДКП, ужесточат. ФРС об этом уже заявили. Я в этом видео, анализе рынка, говорил подробно, что они там собираются делать. Они уже об этом, значит, рынки готовят, понимаете? И вот, увидите, которые я снял вчера, рынки рухнут, об этом скоро заговорит уже весь широкий рынок. Инфосотка. Потому что все на ладони, господа, все на ладони. На ладони все. Поверьте. Все настолько банально, что я даже не знаю, насколько может быть еще банальнее. В общем, последний раз можно будет, я думаю, прокатиться на этом, если они пакет стимулирован, примут. А я думаю, они примут его. Только сумма вопросская будет. Может, 2 триллиона, они до 2 триллионов сторгуются, демократы, республиканцы. Может, до 3. Ох, хрен знает. Посмотрим. Но инфляционные жены на этом факторе, они просто вырастут. Поэтому и, скажем так, сырьем спокойно вверх скакнет. Наш рынок тоже вверх скакнет, потому что у нас цели выше. Нефть тоже вверх скакнет после текущей коррекции. Поэтому подкупать спекулятивные позиции, я считаю, рентабельны именно те уровни, которые я указал в этом видео. Вот, а дальше решайте сами. Сами решайте. Я в рынке лично спекулянт. Вот, я хоть и держу сейчас инвестиционную среднесрочную позицию, но от этой позиции я избавлюсь, когда уже я увижу четкую смену риторики со стороны федералов американских, ну, федеральной системы. Они сейчас пока мягко говорят, очень мягко говорят, а потом они переобудутся так, что мало не покажется. Вот, поэтому с экономической точки зрения помните, что инфляционное ожидание это главный драйвер, то есть драйвер роста сырьевых рынков. Поэтому, вот я еще раз, знаете, такую вот ремарочку скажу, смотрите, если вы спекулянт в рынке, да, запомните одно, торговать на все бабки противопоказано. То есть 55-60% еще нормально. Остальные 40% это ваш маневровый кэш на случай форс-мажора. Но никак не 100%, это прям забудьте. Потому что даже я, будучи спекулянтом, не более 60%. Даже те позиции, которые у меня сейчас загружены в портфеле, там сколько? 45% от общего капитала получается. Соответственно, я спекулятивный потом тоже приобрету. Ну, процентов, может, на 20, грубо говоря. И весь портфель у меня станет чисто спекулятивным. Потом я его буду еще раздавать выше уровня. Выше рынка, то есть. Ну, по тем уровням, где у меня находится. По РТС там 1800-1900, примерно. Ну, плюс-минус. Потому что, да, мы еще придем. Придем до того, как произойдут эти значимые исторические события в рынке. То есть, ужесточение ДКП, сворачивание КУЕ, увеличение налоговой нагрузки, укрепление доллара, разворот сырьевых рынков. До этого времени еще рынок успеет, я полагаю, порасти. Когда это будет возможно к концу текущего года? Все эти события будут как ком накапливаться. И в 2022-м уже, я полагаю, что нечто подобное мы столкнемся. Но, опять же, я не Ванга. Я вам не обещаю ничего. Потому что там есть чудики, которые пишут в комментариях, мол, типа Михайлович, ты пообещал. Никому ничего не обещал. Обещают это вон. Юрлицы, которые с вами договоры подписывают, оферты. А я с вами тут ничего не подписываю. Поэтому я излагаю свое мнение, свое отношение к рынку, свои сделки и прочее. В общем, данное видео посмотрите до конца еще раз. И помните, что здесь ничто не является инвестиционной рекомендацией. Все сделки в реке совершать. Повторяюсь, вы сами за свой капитал, вы сами в ответственности. Это важно помнить. Ваша прибыль, это ваша прибыль, ваш лось, ваш убыток, это ваш убыток. Все. Договаривались, как говорится, на берегу. Потому что у нас в стране необходимо воспитывать предприимчивость. Это у нас как, пидоти, умеют бросаться. Вот там меня Вася Пупкин загнал в Газпром по 270. Вот там я Гоша Селедкин загнал в Сбербанк по 300. Маша Дойкина загнала меня в Северсайл по 1500. И я в лосях. Ну, я как пример привожу, да, что он створится в стране. Это пипец. Предприимчивость воспитывайте. Ответственность в себе воспитывайте. Вот что главное. Ни Гоша Селедкина, ни Машу Дойкина, ни Пашу Дрочкина. Вообще они не виноваты в этом плане. Они свое умение выражали. А Ферта с ними тоже никто не подписывал. У нас правовое государство. Поэтому к ним не придраться никак. Но это важно помнить. Ладно, на этом все. Пошел дальше работать по рынку. И всего вам доброго. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok